Всем привет, друзья! Появление в патче 9.22 новой советской ПТ, Объект 268 вариант 4, многих взволновал и все само собой бросились качать новую имбу. Но по пути-то у нас вот это вот, СУ-100М1, и сегодня мы разберемся, что нас ждет на седьмом уровне этой ветки, ведь эту ПТшку ребаланснули. Давайте посмотрим как. Самое главное здесь у нас бронирование. Эта ПТ как бы создавалась, точнее ребалансилась для того, чтобы весь геймплей в этой ветке был последовательным. То есть у нас в верхнем бронелисте сейчас 140 мм и в рубке 210. Но я вам напомню, что все, что вы видите сейчас во лбу раньше, до этого патча, до последнего было 90. А 210 мм и 90 это большая разница. Короче, в рубке у нас приведенки сейчас 250 примерно, в верхнем бронелисте примерно 240, ну а в нижнем, как и было, 160. Вроде прикольно. В нижнем бронелист, правда, как и раньше, шьет абсолютно любой и каждый, а вот все остальное, если ты спрятал нижний, более-менее танкует. Вот что прикольно. Но эта радость была бы неполной, если бы не осознание того, что с пушкой сделали, конечно, полную жопу. Местами. Ей накрутили бронепробитие и ухудшили все остальное. Ну, в общем, об этом сейчас более подробно. Для начала хочу напомнить вам, чтобы не забылось, что такое СУ-100М1 до патча 9.22. Это такая, вроде бы, быстренькая, картонная ПТшка с пушкой от 44. Пушка ЛБ-1, бронепробитие 183, альфа 250 и так далее. То есть, с этим бронепробитием-то, ну, на седьмом уровне было стадновато, а когда тебя балансило к девяткам, то ты вообще стеснялся. То есть, никого не пробить, никого не закрутить, потому что башни-то ей как бы нет. Пушка вниз, само собой, не гнется, поэтому половина всяких рельефов и склонов для нас вообще не подходили. В лево и вправо тоже оно поворачивалось еле-еле, и поэтому выезд из-за угла был тоже проблемой. Короче, примерно все у этой ПТшки было проблемой, за исключением моментов, когда какие-то карты или боевые ситуации позволяли тебе пострелять немножко вдаль. Точность была 0.33, и в целом это было делать достаточно удобно. Но это все. И все это я отчетливо помню, как вчера. Я эту ветку качал, и вот в этой игре я выкачал на основном аккаунте, ну, вот все, что шевелится. Ну, потому что, ну, раз играю, почему бы и нет? И на этой ветке, это первая ветка в игре, после которой, ну, я понял, что я не хочу выкачивать все, потому что это реально было невыносимо. У этой ПТ не было сильных сторон, она была более чем ситуативна, и не игралась, она была безинтересной. Ну и самый-то главный вопрос, а сейчас стало ли лучше? Точнее не так, стало ли лучше сейчас настолько, чтобы считать, что это уже годная ПТшка, и прям вот, Объект 268, вариант 4. Жди меня, я бегу. Стоит ли сейчас оно того? Поначалу, выкатив пару боев на этой самоходке, я ощутил то, что брони вообще нет. На меня выехал ЛТ-6, АМХ-12Т, раздал мне в нижнем бронелист 4 пульки из 4 возможных, все с уроном, и я понял, что где там броня, что-то я не раскусил. Потом мне присылает один из зрителей скрин, где он 6 тысяч натанчил на ней. Я подумал, ну, ладно, может быть, я не тем танчил, да, может быть, надо было как-то не левой рукой, а правой танчить. Или что-то типа того, и поехал еще раз. И да, были бои, где, ну, вот прям удастся. На какой-нибудь Карелии, допустим, на поджиме в штанишке ты падаешь в какую-нибудь там ямку, нижний бронелист скрываешь, и только рубка торчит. И ее прям, ну, реально, ни шестерка, ни семерка, ни восьмерка не берет. Ну, голдой, само собой, пробивает-то любой почти, а вот с ББшками нет, и там появляется возможность. Но в нашей игре обычно бывает как? Если ты хорошо встал, то на тебя никто и не подставится, чтобы так просто от тебя получать-то бесплатно, да? Все сразу разбегаются или начинают отъезжать, чтобы ты на них типа пер. И какого-то резко красивого боя с настрелом богато по фрагам, и где я еще и понадобивал чего-то, не было. Поэтому, ну, как бы печально, и хотелось бы показать вам броню, но на деле боев, где получилось еще и настрелять, нет. Все остальное, это ты по-прежнему, как и раньше, за урончиком гоняешься. Ну, а пока гоняешься, рано или поздно все равно какую-нибудь совершаешь ошибку, кому-нибудь встанешь ромбом или бортом, а борта у нас особо не менялись, и там, собственно, получаешь тот же урон, что и раньше, без особенных там этих. И, как бы, ну, вот на этом, на седьмом уровне особой имбы не чувствуется. Ну, это я вот так эмоционально обозначил, да? Теперь давайте по цифрам. Что у этой ПТ прибавилось, кроме бронирования? Прежде всего, ей прибавили углов поворота орудия влево и вправо, были жалкие плюс-минус 8, теперь жалкие плюс-минус 12. Не сильно лучше, но очевидно лучше. Дальше скорость и переднего, и заднего охота также возросла, стала 54-16, была 50-14, тоже на чуть-чуть. Ну и ХП прибавилось, там целых 20 очков, с ума сойдешь. Еще ПТ-шки добавили 30% стабилизации. Теперь при повороте ходовой пушка разбрасывается не так сильно. Но поскольку точность и сводка стали сильно хуже, то плюсом это не назовешь. Скорее так, припарка. Ну и самое главное, бронепробитие у ПТ-шки сделали более-менее вменяемым. Бронебойный пробивает теперь не 183, а 212. Для седьмого уровня отлично. И подкалибер тоже сделали жестким. Был 235 по бронепробитию, стал 258. Прямо вот на уровне уже танков 10 уровня. То есть голдой ты шьешь просто всех сподряд. Ну вот ситуация, да, вот я идеально встал, да, вот торчит только рубка и верхний бронелист, допустим. Но никого нету, никто не приехал. Вот так вот я играл, да, вот эти вот бои на мастеросов. Нет врагов. Где вот они? Не едут. Вот вы все дураки и не лечитесь, а я в белом пальто стою красивая. Вот она ситуация из жизни. Но дальше что с ПТ-шкой сделали? Точность ухудшили значительно. С 0.33 до 0.41. Время заряжания тоже ухудшили. Было 5.9 и было подобие ДПМа даже у ПТ-шки. Сейчас 7 секунд и 1 десятая. Сведение стало хуже. 1.7 было, 2.3 стало. Обзор. И без того был конченый. 360, теперь аж 350. То есть сейчас это что такое? Это косая, слепая, без сведения и точности ПТ-шка. Которая создана больше для ближнего боя, но в ближнем бою по-прежнему имеет целый ряд ограничений. Потому что влево и вправо пушка все-таки не поворачивается так, чтобы ты выехал из-за угла и пострелял. Вниз она опускается на 4 градуса и любой скачок рельефа перед собой, микрокочка, какой-нибудь там бордюр-поребрик там, в зависимости от того, где вы живете, в Питере или в остальной России. И короче, приходится вообще не сладко. Вот нет такого, что ты нажал, как вот на имбе 2684, тапок в пол и всех там имбуешь по пути, наматываешь. Нет. По-прежнему. По сути, геймплей не поменялся. Он лишь стал, наверное, более таким располагающим к текущим реальностям игры. Это когда бои короткие. Это когда постоянно стычка лоб в лоб и никакой возможности кому-то там заехать в борток, кого-то объехать нету. И ты в ситуациях, когда вообще никак играть просто не мог. Ну вот, если бы раньше было, я весь такой 90 миллиметров брони, где бы я здесь играл? Я не знаю. Может быть, на зеленочке там пострелял. И все, что я бы нанес в этом бою, ну может быть, тысяча урона, это и то бы было в хлебный день. А здесь вон уже 2200. Здесь уже хоть что-то пытаешься. То есть, появилась небольшая такая вера в броню. На деле, конечно, она с реальностью не стыкуется, потому что, ну, вон КВ-3 на сток пухи выехал. Сколько там у него бронепробитие? Это же орудие ЗС-6 у него. Что-то там 163, 167, не помню. Ну, в общем, вот такие цифры. Он попал мне в нижний бронелист, судя по всему, и пробил. Проблем нет. То есть, нет такого, да, что ты просто каменная стена. Все равно приходится получать, все равно приходится думать. Но к этому еще прибавилось то, что ПТ теперь стала реально медленной. Поворачивается очень долго. Вращается на месте так, что ты от было ее прыти ничего не чувствуешь. И это действительно внешний вид у ПТшки не поменялся. А все остальные ТТХ и ощущения поменялись значительно. И как бы это странно не звучало, но у нас из всех ПТ седьмого уровня одно из лучших бронепробитий. Самая лучшая стабилизация. Отличный показатель все-таки маневренности, какие бы они плохие ни были. По сравнению с тем, что было раньше. Все-таки 16,3. Удельная мощность это нормально. С этим жить можно. И все вот в таком же духе. То есть суммарно этот седьмой уровень в этой ветке пока еще не очень имба. Пока еще не очень. Но в каких-то умелых руках... Ну а что есть умелые руки? Умелые руки это те, которые знают где плюсы и их используют. В умелых руках оно играется нормально. Поэтому с большинством своих зрителей, которые писали попробуй, ты не понял, попробуй, ты не понял, согласен. Я не понял. Я попробовал, я понял, что я не так уж и сильно не понял. Да, то есть какие-то есть у него, конечно, косяки. НЛД дырявый, в него попадают, все такое. Но что прям совсем плохой танк, как раньше, нет. СУ-100М1 сейчас в целом норм. Если даже глянуть на процент побед, который пока еще, ну, рано судить, да, еще мало времени прошло от патча. Но он был 48%, а сейчас стремится к 50. Это хороший знак. Это означает, что, ну, не имба, но такая добропорядочная ПТшка. Ее теперь можно качать. И еще, советую вам особо не затягивать, потому что пока все по старой памяти считают, что это картонная ПТшка, и ей просто в серединку стреляют на автоприцеле. А там от ВЛД или от руки что-нибудь отскочит. Потом, наверное, все привыкнут уже и будут ее выцеливать, но пока этого не делают. Вот такие вот новости. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok